Всем привет, с вами Алекс и сайт rempc.by В этом видео хотелось бы сделать запуск Ведьмака 3 Дикая Охота на слабом ПК Казалось бы, Ведьмак, да, супер крутейший просто-таки игровой проект И вообще просто, ну, одна из лучших игр последних лет И понятно, что многие игроки хотели бы поиграть в него, но у них слабая ПК Давайте посмотрим вот нижний предел, удастся ли мне вот на таком слабом ПК запустить и поиграть в Ведьмака Плюс какие-то, конечно же, советы, какие-то рекомендации Так, значит, что за слабый ПК? Поехали Мой компьютер, свойства, прот 6-ядерный, fx6300, ну, самый простой, можно сказать, 1,5 ГГц частота На самом деле, цена его вообще небольшая, всем советую стремиться хотя бы к такому протцу И у вас все современные игры будут запускаться, а не то, что как Мафия 3, там и все при Квантум Брейке, там и все это не запускается Сейчас Дисунер 2 на протцах, которые не поддержат определенные инструкции fx6300 все поддержит и стоит до 100 долларов Так, самое главное, вот у меня оперативки всего лишь 4 ГБ и видеокарта GeForce GT 630, 1 ГБ DDR3 памяти, 128 шина, то есть слабая-слабая видеокарта Кстати, вышел новый драйвер, ну ладно, пока не буду обновлять На предыдущем для Ведьмака, в общем, пойдет Там в новом драйвере под Ведьмак, в общем-то, ничего, никаких улучшений вроде бы особо не делали Так, вообще не делали, наверное Итак, значит, такая вот система, достаточно-таки простая, все 4 ГБ оперативки и GeForce GT 630 видеокарта То есть, ну куда? Видеокарта на этой видеокарте вообще, это офисная карта, на ней в новые игры вообще она не предназначена И зачастую новые игры не запускаются, но я попробовал, особенно сейчас с файлом подкачки Вот покажу, сколько он у меня Удалось запустить новый Call of Duty Infinite Warfare, Mafia, но в Mafia меньше всего FPS оказалось GTA 5, что там, Mirror's Edge, Fallout 4, то есть, ну все ссылки будут в описании Я думаю, если кто не видел, то еще посмотрите Итак, самое главное, это, конечно же, файл подкачки Если у вас не хватает оперативки, 4 или даже 8, все равно ставьте файл подкачки Многие игроки, вот мне сейчас даже отписываются, говорят, что вот 8 ГБ у них было, поставили файл подкачки И в Battlefield у них сейчас пропали там фризы, там, ну и получше стала работать игра Поэтому ставьте все равно файл подкачки Ну, я раз уже позволяли возможности, влупил на C-диске файл подкачки 15 тысяч Хотя и на 6 вроде бы нормально, но сейчас мы по тестам увидим, что больше 6 жрет файл подкачки 7 и 10, допустим, 10 в Mirror's Edge вроде бы жрало Поэтому уже 15 тысяч с запасом влупил Вы тоже обязательно ставьте файл подкачки, даже если игры запускаются, он все равно нужен Причем, что интересно, в некоторых играх, даже если у кого-то 12, тоже отслеживали у себя Игра что-то жрет, вот до 8 что-то жрет, бывает, или чуть больше Но все равно задействует файл подкачки намного То есть файл подкачки это не просто как дополнение оперативной памяти Он тоже выполняет определенную функцию, которая, кстати, в операционной системе очень важна И помогает работать играм Давайте все, запускаю Ведьмака Ярлычок у меня что-то сбился, блин, не могу понять почему Ну, в смысле, я вроде все указываю, все должно быть, но сбился Так, значит, запускаю Ведьмака Все самые супер низкие настройки Ну, все, что можно выставить в настройках, я выставил на низкое И, ну, единственное только разрешение пока Full HD Full HD 1920 на 1080 Так, сейчас пропущу, пропущу Врываюсь в игру сразу же Ну, ладно, давайте взглянем Ладно, потом Потом все увидим настройки Сейчас, секунду Так, ну что, я в игре Так, дайте-ка глянуть Видео пишется Пишется огонь Я в игре, давайте смотреть Я в первой комнатке Full HD, все Сколько FPS? 6, 5, 6 FPS, блин Давайте смотреть Верхняя строка 43 температура Видюха греется GT 630 И она 100% загружена Она 781 частота работы ядра Вторая строка Мем Это Видеопамять Частота ее И загружена Весь гик 1018, как видите Загружена Так, 5,5 FPS Проц наполовину загружен Как видите, упирается в возможности видеокарты Здесь, в общем-то, помощнее нужна видеокарта Дальше Сама нижняя строка Это вот 3.700 Это оперативка занята Ну, фактически 4 И файл подкачки 7.7 гигабайта То есть, все равно видите А не было бы этого файла подкачки Как у меня вот Call of Duty Не запускалась Мафия не запускалась На 4 гигабайтах оперативки Поставил файл подкачки Запустились игры Да, пока супер тормозуха Давайте сейчас по-быстрому выйду Сейчас по-быстрому выйду Это у меня был мод На четкость картинки Включен Давайте Я его чуть попозже включу Поэтому она была такая крутая Четкая картинка Да, очень мало FPS 5.6 кадров Давайте выйду в открытое Такое пространство Даже в комнате 5.6 То есть, ну, давайте Может быть здесь 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 если и будет То только ниже Да, то есть Очень супер крутейший вид Это суперский ведьмак Как видите Просто на суперской На высоких настройках Здесь просто Неповторимейший Крутейший вид Конечно же Так, так, так Секунду Так Ну, как видим Всего лишь 5.6 7 Даже 7 Пока за 7 FPS Слабовато В общем-то, так и в мафии было Ну, учитывая мафию Пустоту И картонный город Не, ну, дизайн там хороший Но он пустой город Там нечего делать Там ни машин, ничего Ну, физике Не вообще не нужно Непонятно Зачем для чего Тут открытый город А в Ведьмаке Это просто Огромнейший Открытый мир Просто нечеловеческие Пространства Которые вроде Без подзагрузок Здесь все Поэтому Ведьмаку Простить можно Давайте ворвемся В настройки Так Блин В загрузку Немножко Из-за тормозухи Этой Сложновато Набирать Выбирать Причем, ну Кто-то говорит Знаете, там Серьезные советы По запуску По тому Чтобы FPS поднять Да, это можно делать Но это нужно Отдельное видео Я хочу для этого сделать Отдельный такой Раздел Где я буду это делать Здесь пока Вот все стандартно То, что каждый игрок Может сделать Причем супер Не копаясь Не залезая в систему Потому что не всем нравится Неизвестно где копаться А здесь вот то Что по минимуму Сразу на чем Чтобы вы сразу же знали На чем игра запустится На чем нет И какие тонкости Так Общие настройки Я только Full HD И все здесь вырубил Давайте сейчас включу Вот Мне сейчас даже 1280 1280 на 720 Чтобы Долить сохраненную игру Нет, пока не нужно Давайте 1280 на 720 Хочу попробовать Как будет это разрешение Прибавить ли оно FPS Так, окей Хорошо Так, ну все там на низком В общем-то Я не думаю, что что-то Так Сет FX опять включился Не буду пока его включать Потом, когда добьемся Более или менее может быть Приемлемая FPS Как и во всех играх Включу этот Сет FX Чтобы убрать мыло И в Ведьмаке тоже Можно убрать Просто супер крутой Картинка становится Ну не знаю Может кому-то Единицам он и не нравится Но мне он очень нравится Этот Сет FX Ну как видите Все супер низкое Все выключено Так, захожу в Ведьмак Что у нас получается 11 10 11 Ну 4 кадра прибавило Что я перешел на HD 1280 на 720 разрешение 11 FPS прибавило Ой, стало 11 FPS Прибавилось 4 FPS Ну что сказать Да, Ведьмак очень-очень требовательный Особенно к видеокарте Проц, как видите, наполовину Только все ядра загружены Примерно И оперативку, само собой Будет новая видеокарта То есть здесь без хорошей видеокарты Ну более или менее Хотя бы Хотя бы там уровня GeForce 400 Какая-нибудь Потому что GT серия Это просто офис На которой я запускаю GT 630 Хотя даже на таких FPS Кстати, люди иногда играют И в общем-то Ну кому как Лишь бы запускалось Так, хорошо Как видите Очень-очень слабо Давайте тогда Сейчас здесь еще есть Меньше разрешения Потому что Что еще Вроде бы все настройки Отключены Теоретически Можно полазить В этих там В конфигах Да, возможно Так, так, так Сейчас, стойте Но Сейчас Я делаю Вот из того Что Это видео Посвящено тому Вообще Просто Не вдаваясь В тонкости А вот на какой системе Потому что Я же еще раз повторюсь Не всем Хочется лазить В какие-то конфиги Он зашел Все, ему Даже некоторые В игровые настройки Иногда не заходят У них игра Говорят Тормозит И все То есть Что делать Поэтому Здесь просто Запуск Для тех Кому Лень Что-то Настраивать Вот сразу Чтобы знали Игра Так пойдет Так не пойдет На 4 гигабайтах Апертивки И видеокарте Уровня GeForce GT630 Ну Запускается Ведьмак Смотрите В таком разрешении 15 фпс Да Маловато Казалось бы Можно ли еще Как-то Ну Уменьшать разрешение Смысла нету Есть всевозможные тени Какие-то Да То есть Теоретически Это все Можно отключить Возможно Я обращусь Еще к более тонкой Настройке Когда вот Я хочу открыть Отдельный Такой подраздел Именно Тонкой настройки Игр Вот видите Тени Все здесь есть Теоретически Его еще Можно улучшить Ведьмак То есть Ну и повысить Фпс Но для этого Нужно конечно же Отдельное видео Потому что Оно у меня тут Затянется 30-40 минут Я и так Под 20 делаю Чувствую Так Длинноватый Ругать Будут Блин Опять Сейчас Как лошара Хорошо Смотрите То есть Все Все что я смог Сбросить И получил Под 15 фпс В помещении На улице Все равно Десятка Да Маловато Но в любом случае Давайте я вам Все таки покажу Продемонстрирую Это Цит Фикс мод И здесь Не удалось Конечно Получить Приемлемый фпс Хотя в 20-25 кадров Не получилось Смотрите Еще есть Вот этот Сит Фикс Если у вас Допустим Чуть-чуть Лучше Ну и лучше Видеокарты Вы получили 20-25 фпс Или вообще У вас хорошая Видеокарта Я даже на любой Системе советую Ставить этот Сит Фикс Ну я ставлю Смотрите Можно одним Нажатием клавиши Какую сейчас Получу четкую картинку Вот То есть Смотрите То есть Вот геральт Это на супер Низких настройках Становится Все четче Ярче Контрастнее Интереснее Красивее Давайте вот зайду Особенно это дело В мафии В квантум брейке Убирал этот Смотрите Какие все Ну реально Цвета какие-то Получше становятся И даже не замечаю Что особо Плохая графика Ну низкая графика Есть отражения Есть какие-то Какое-то свечение Там То есть все дела Эти понимаете А вот смотрите Врубая оригинальную картинку Ну вот такое вот мыло Оно есть везде Во всех играх Я не говорю Что это плохо Кто-то играет на таком Считает Что ему Ну придает Это картинки какой-то мягкости Такую легкость Возможно Но мне как-то Это не очень нравится И большинство игроков Которые вот видят Смотрите Какой пол Казалось бы Супер низкие настройки Какой он четкий Врубая оригинальную картинку Ну такое вот мыло И видно да Что просто Чуть ли не сплошна текстура А врубая мод Смотрите Даже видно Какие-то точечки Какие-то Переливы цветов Трещинки На полу Становятся Такое ощущение Что сейчас Графика вообще На средних Или высоких Настройках Вот Смотрите Ну да Понимаю Что можно посмотреть Текстуры Количество полигонов Да Можно определить Но в общем Картинка Реально круче Станется Потом Поэтому всем тем У кого игра запускается И идет уже 20-25 фпс И можно играть То конечно же Ставьте этот мод Ставится очень легко Я в описании Сброшу ссылку Ну или появится Сбоку Тут Будет ссылка На Этом На примере Mafia 3 Как все подробно Пошагово Как этот мод Забросить И включить В любой современной игре Будь то на Деритексе сделанной Или на OpenGL Ну на OpenGL А я на Деритексе Пока На OpenGL Вот этот я Doom пробовал Но там что-то Какие-то проблемы возникли Но я еще потом попробую На хорошей графике То есть смотрите Вот на такой Казалось бы Вот смотрите Включая оригинальную картинку Вот такое мыло Даже лиса А не четко Где эта растительность Даже когда вы бегаете В лесу А когда вы вот Врубаете вот такую картинку В лесу Вы видите Это реально зеленая растительность Реально Какие-то деревья Четкие листики Все это видно То есть очень-очень Крутейший мод Вот смотрите Вот вот эта растительность Вот я сейчас Врубаю оригинальную картинку То есть видите Нету этой зелени Хочется увидеть Как в жизни В реальности То есть зеленая Летом там В такое время года Картинка Вот такая вот оригинальная А вот врубаю мод Вот совсем другое Совсем по-другому все смотрится, огонь становится более насыщенным и ярким. Ну, независимо, мне так больше нравится. Изредка, изредка мне пишут, что якобы картинка становится рисковатой, якобы. Ну, тогда можете просто яркость в настройках добавьте, потому что там в мафии в некоторых местах она может быть темноватой. Из-за этого мода просто немножко в настройках добавьте яркость и отрегулируйте. Вам можете убрать немножко контрастность такой. Ну, мне она нравится. Так, что еще хотел сказать? Хочу, хочу. Что еще сделать? А, ну, в общем-то, я сделал уже много запусков этих последних крутейших игр на слабом ПК. Да, Ведьмаке сложно на моей системе на GT630 получить хороший FPS. Максимум пятнашка получается. И то, представьте, вы будете где-то в лесу, где много растительности, много объектов, движущихся монстров каких-то. Еще будет меньше FPS. Поэтому, да, на Ведьмака на GT630 вот так сходу не удастся поиграть. Но я уверен, что можно сделать тонкую настройку и этим займусь. Но это будет отдельное видео, потому что там все должно быть посвящено этому. Здесь просто самая-самая основа, что вот настройки позбрасывать это разрешение и так далее. Потому что в некоторых играх это реально. В Фоллауте можно просто позбрасывать настройки разрешения и получить своих тридцатку FPS. Да еще с этим модом получить офигеннейшую картинку и просто таки играть. Уже все на супер слабых ПК. И не гнаться там за супер видюхами за 1080, 1060, 980-ки, всякие эти. То есть можно не гнаться. Этот мод просто таки убирает эту мутность и делает картинку на супер низких. Посмотрите, вот мафию, какой она становится на супер низких с этим модом. Просто офигеннейшая картинка, которую даже на супер крутом железе сложно получить. Ну может быть я немножко и преувеличиваю. Но картинка реально становится в миллион раз лучше. Поэтому поэтому ну смотрите, смотрите конечно же каждый решает сам для себя. Давайте-ка я еще взгляну здесь. Мне что-то интересно посмотреть. Блин. Секонечку, секонечку. В диспетчере задач как что жрет, насколько оперативная, проц. Ну оперативная, да, конечно, само собой полностью. Можно было еще там дополнительная программа, но она в общем-то и так видно в окне. В окне что там. Поэтому смотрите, ведьмак вот такие дела с ним, на этой видеухе не удалось, но все-таки я думаю дал вам полезную пищу для размышления и мод и все. И прикреплю другие видео в описании. Обязательно смотрите на ссылки в описании. Прикреплю как другие игры запускал, как там картинка улучшается с этим модом, поэтому очень круто. И плюс конечно же планирую более тонкую настройку игр, но это чуть позже. Ну на этом пока все. Это был запуск ведьмака третьего. Дикая охота на слабом ПК, плюс мод с ВТФХ, который, смотрите, оригинальная картинка и дает вот такую четкую крутейшую картинку. Инструкция на установку его, конечно же, будет в описании на примере Мафии 3. Посмотрите. На этом все. С вами был Алекс и сайт rempc.by. Спасибо за просмотр!